Подари улыбку. Подари улыбку телевидения, третий век с читателем, листы о старой странице. Евгений Леонов в роли Сарафанова Теги. Евгений Леонов. Кино. Россия. Культура. Искусство. 1975. Точка у зрителей нередко вызывала улыбку Иваня Приходько из Белорусского вокзала. Добрый, мягкий, какой-то пронзительно чистый парень, в прошлом разведчик. И ничего. Улыбка эта в глазах зрителей нисколько его не уронила. Одним из самых дорогих воспоминаний о моей творческой жизни стало письмо девочке из Одессы. «Я хотела бы, чтобы у меня был такой отец, как Ваня». На Приходько, по-моему, очень похожий бригадир Потапов, герой фильма «Премия». Немногословный, скромный человек, и фронт, наверное, прошел, Когда обращается в старший по званию, привычно подымается, и госпитали за плечами, и семья большая, и не такой уж дама достаток, чтобы с легким сердцем от премии отказываться. Авторитет у товарищей добывает не глоткой, а делом. Словом, настоящий рабочий. Думаю, у моих друзей-зрителей еще до слов, до поступков бригадира есть к нему какая-то внутренняя симпатия, Может быть, неосознанное доверие для зрителей кинематограф, ведь не премия начинается и не премия заканчивается. Они, хочу верить, помнят Негорюй, Зигзаг удачи, 33, в которых играл исполнитель роли Потапова, И часть своей доброжелательности к тем героям авансом отдают бригадиру. Но характер его не только берет взаймы, но с лихвой отдает долги. К моим будущим комедийным персонажам придется подходить с Потаповской меркой. Успех кинокомедии определяется, как мне кажется, прежде всего ее соотношением с реальной жизнью. Попросту говоря, похоже не похоже. Даже если в фильме действует какая-нибудь принцесса в Риме на каникулах, Все равно зритель должен увидеть в ней черточки знакомой девчонки с соседней улицы, угадать собственные заботы. Если же герои живут в искусственно сконструированном мире, то никакие головокружительные трюки комедию не спасут. Я, когда снимаюсь в комедии, всегда стараюсь понять не только характер человека, но и обстоятельства, В которых ему приходится действовать, представить их с возможной полнотой, дотошностью. Специально не придумываю никаких эффектов, отталкиваясь от правды характера, пусть гиперболизированной, но правды. В жизни ведь все перемешано и смешное, и обыденное, а иногда и невеселое. Мне потому особенно нравится работать с режиссером Георгием Данилией, что он всегда тонко чувствует его многоцветие, многоголосье жизни. Конечно, все начинается с литературы. Чем литературная первооснова фильме глубже, серьезнее, умнее независимо от жанра, тем больше шансов на успех. Что касается спора о том, когда кинокомедии были лучше 40 лет назад или сейчас, то настоящее искусство всегда остается искусством. Для меня фильмы объединяют не дата производства, а их общественная ценность, высокое художественное качество. Веселые ребята и берегись автомобиля. Думаю, всегда останутся молодыми, современными, всегда будут дороги людям. Я не могу согласиться с тем, что актер не решает судьбу комедии. Хороший сценарий испортить трудно, но можно. Бывают и такое. Подбор актеров значит многое. А потом, так заранее оправдывается халтура, легкомысленное, безразличное отношение к делу. Недавно говорю партнеру перед съемкой, давай поищем, проработаем вот такой вариант, а он кривится, да стоит ли выкладываться, да еще неизвестно, какой фильм будет, да и роль у меня не очень. Нет, дорогой, ты себя не жалей, выложись до конца. Получится фильм, не получится, но твоя актерская совесть должна быть чиста. Точка. Мне жаловаться грех я играл не только в «Полосатом рейсе», но и «Шибалка» в «Донской повести», тех же Приходько и Потапова, совсем недавно сыграл на театральной сцене Чеховского Иванова. И все-таки с удовольствием и гордостью числю себя прежде всего в актерах комедийных. Комедия очень благодарный жанр. Хороший фильм дарит артисту настоящий долгий успех, добрую память зрителей. Предвкушаю впереди большую радость встречи с драматургией Александры Вампилова. Сыграю Сарафанова в ленфильмовской картине «Старший сын». По жанру это трагикомедия. Задача у меня здесь ясна. Довести трагедию до подлинного трагизма, комедию до столь же глубокого, неподдельного комизма. Может, это нахальство, но я хотел бы сыграть Лира. Очевидно, что сам еще недостаточно утвердился в моей мечте, поэтому режиссеры не предлагают. А впрочем, девиз неплох, через комедии к Лиру. Чем черт не шутит. Евгений Леонов 1975, номер 48 Корректор А.A. Корректор А.Кулакова